Воскреси измерших, Христос истинный Бог наш, Литвами причистое Своя Матери, Святых славных и сихвальных апостолов, Ижевосвятых, Отца нашего Иоанна, Архиепископа Константина Града Златоустого, Преподобных и Богоносных, Отец наших, Преподобных Отца нашего Сергия, Игумена Радонежского и всей России чудотворца, Святые мученицы, Кликерии, Девы, Ежепамятные и Свершания, Святых и Праведных, Бога Отец, Иаким Анны, всех святых, Помилует и спасет нас, Яко благо человека любец. Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, в сегодняшний воскресный день, пятая неделя по Пасхе, мы с вами слышали евангельское чтение о Самарянке. Это чтение довольно глубоко и в нем для себя можно сделать множество различных выводов. Когда Господь проходил со своими учениками через Самарею, подходя к городу Сихарь, он утомился в пути и присел отдохнуть у колодца. Ученики его в это время пошли в ближайшее селение купить себе пищу. И здесь, к этому колодцу, пришла женщина-самарянка с кувшином для того, чтобы почерпнуть воды. И Господь спрашивает у нее, чтобы ему попить воду. На что отвечает эта женщина, что иудеи с самарянами не общаются, почему ты мне говоришь об этом? И Спаситель ей отвечает, что если бы ты знала, кто разговаривает с тобою, то ты сама просила бы у меня этой воды. И я дал бы тебе пить той воды, которая идет в жизнь вечную и от которой человек никогда не возжаждет снова. Женщина просит у него этой воды, говорит, человек, дай мне этой воды, чтобы мне больше не ходить на этот колодец, не утруждать себя. Дальше Спаситель меняет тему разговора и спрашивает ее, чтобы она пригласила прийти ее мужа. На что самарянка отвечает, что у меня нет мужа. И Господь одобрительно говорит, что правду ты сказала. У тебя до этого было пять мужей, и они не были тебе мужьями. И сегодняшний человек, он тоже не муж тебе. И вот самарянка, видя, что этому человеку видны все ее тайны, и говорит, что я вижу, что ты пророк, и задает Спасителю вопрос, который мучил ее, по-видимому, долгое время. Она спрашивает у него, что вот мы, самаряне, кланяемся на горе Березим, а у идеи кланяются в Иерусалиме, и где же правда? И на что Христос отвечает, что настало время и настанет, что люди будут поклоняться не в каком-то месте, а будут кланяться в духе истине. Женщина оставляет кувшин, идет в город и приглашает других жителей, чтобы они пришли увидеть того человека, которого ждали множество лет, множество веков. Господь открывается ей как Мессия. Он говорит, что я тот человек, тот Мессия, которого все ожидают. И вот люди, пришедшие из Самарии, просят Спасителя, чтобы Он остался с ними, и Он, пробыв у них два дня, множество людей еще привел к вере. Вот в этом Иоаннелевском чтении раскрывается много смыслов. Один из них, когда Господь говорит, что нужно кланяться в духе истине, Господь тем самым научает нас молитве. Ведь мы зачастую, стоя на молитве, обращаемся к Богу, творим поклоны поясные или земные, зажигаем свечи, лампады, ставим молитвы в храме, но это еще не есть настоящая молитва. Святитель Филарет Московский в своем православном катехисе дает определение молитве, что молитва есть в возношении ума и сердца человека к Богу. Потому что телом человек может стоять на молитве, но, зная по себе, зачастую мы ловимся на мысли, что мы находимся где-то далеко. Иногда даже и не можем определить, прочитали ли мы слова молитвы эти или не прочитали. А блаженный Августин говорит, что если мы сами себя не слышим, то как Господь может слышать нашу молитву? И сам Спаситель, Евангелие от Матфея, говорит, что «Приближаются ко мне люди, устами своими чтут меня, сердце же их далеко отстоит от меня, поэтому напрасно чтут меня». Вот молитва, это является действительно возношение ума и, главное, сердца к Богу. Когда мы приходим к какому-то начальнику, то мы и одеваемся соответствующе, приводим себя в порядок, и мы бываем настолько внимательны, что ловим каждое слово этого человека, каждое движение его, и находимся все в полном внимании. Вот, стоя на молитве, мы должны помнить, что мы обращаемся не только к начальнику, но и к своему Творцу. И рассеянная невнимательная молитва у нас бывает зачастую от того, что мы именно с неблагоговением подходим к молитве. Зачастую в нашей суете, сразу же после наших повседневных забот, после каких-то пустых разговоров, после просмотра телевизора встаем на молитву, и здесь, естественно, очень сложно бывает наш собрать ум и, тем более, воспламенить наше сердце, обращенное к Богу. И не только, конечно, мы должны сердцем и устами, но и телом нашим восхвалять Бога. Поэтому Господь и говорит, что поклоняться Богу нужно в духе и истине. В истине это как раз исполнять те все предписания, которые предписаны Церковью, святыми отцами. Ведь они уже прошли этот путь молитвы, и в вечерних, утренних молитвах мы с вами видим надписание святых отцов, которые уже имели большой опыт общения с Богом. Ведь когда человек играет на каком-то музыкальном инструменте, когда он учится, он не сразу становится композитором, он играет произведения других музыкантов. И зачастую во всю свою жизнь он так и не станет композитором. Вот так же и мы читаем с вами молитвы, молитвословия тех других людей, имеющих большой опыт. Так же в этой евангельской истории мы можем видеть и другие темы. Господь, когда призывает мужа, этого человека, то мы видим, что он наоборот говорит правду, ты сказал, что у тебя нет мужей, то есть он открыто не обличает ее, хотя и в Ветхом Завете, и на наших дней это является ненормальным моментом, конечно, когда у женщины уже было пять мужей, это шестой, который не муж ее. Хоть и в современности мы уже и привыкаем к такому явлению, как гражданский брак, но, конечно, это не является похвальным. Но и видим, что Господь напрямую не осудил ее, но деликатно намекнул ей на это, и она узнала о том, что перед ней находится непростой человек, а брок и мессия. И вот это евангельское чтение дает нам надежду на то, что каждый человек имеет надежду на спасение. Ведь Господь и пришел к этому колодцу, скорее всего, прежде всего, ради нее одной, а затем ради тех других жителей Самарии, которые также уверовали в Христа Спасителя. И вот эта надежда, которая не посрамляет, она является одной из главных добродетелей христианства. И следующая тема, это тема принятия Богом каждого человека, какой бы он ни был национальности и веры. Ведь эта самарянка сказала, что иудеи с самарянами не общаются. И вот в наши дни мы с вами видим, как множество иноплеменников приезжают трудиться и в наш город, и в других городах нашей страны. И зачастую приходится и слышать осуждение, что вот уже стала не Москва, а Москва-бат. Но мы видим, что Господь пришел спасти все человечество и каждого человека в отдельности. И Он хочет спасения всем человеком, чтобы каждый человек пришел в познание истины. И поэтому нам стоит, конечно же, брать пример с этого. Относиться с терпимостью ко всем иноплеменникам, какой бы они ни были веры, вспоминать и того благосердного самарянина, который оказал помощь израильному человеку, хотя его единоплеменники прошли мимо. В Евангелии мы не знаем имя этой самарянки, но предание нам донесло, что ее имя впоследствии было Фатинии, по-русски это Светлана. Она при императоре Нероне закончила свою жизнь мученически вместе с своими сестрами и с двумя сыновьями. Она приняла мученическую кончину, с нее живой содрали кожу, бросили в холодец, где она и перешла от временной жизни в вечную. Вот так парадоксально, что впервые находясь у колодца, она встретила того учителя, того человека, того мессию Христа Спасителя, который переменил всю ее жизнь. И в колодце она же нашла временную смерть и будущую вечную жизнь. Вот мы читаем этот евангельский отрывок в пасхальные дни, потому что Господь воскрешает душу каждого человека. Вот хотелось бы пожелать, чтобы и для каждого из нас произошла эта встреча, и для каждого из нас произошло это воскресение души, как произошло у той женщины-самарининки. Всех, носящих именопатиньи, которые сегодня День Ангела, сердечно приветствуем, поздравляем с этим праздничным днем. Пусть Господь по молитвам этой святой укрепляет вас в этой жизни и дарует вечную жизнь. Аминь. Спасибо вам, Господи. Пусть Господи. Пусть Господи. Пусть Господи. Пусть Он. Пусть Господи. Пусть Господи. О Господи, облицай нам благословен, дороги, во имя Господне. О Господи, облицай нам благословен, дороги, во имя Господне. О Господи, облицай нам благословен, дороги, во имя Господне. О Господне, облицай нам благословен, дороги, во имя Господне. О Господне, облицай нам благословен, дороги, во имя Господне. О Господне, облицай нам благословен, дороги, во имя Господне. О Господне, облицай нам благословен, дороги, во имя Господне. О Господне, облицай нам благословен, дороги, во имя Господне. О Господне, облицай нам благословен, дороги, во имя Господне. О Господне, облицай нам благословен, дороги, во имя Господне. О Господне, облицай нам благословен, дороги, во имя Господне. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»